МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По стране идут встречи местной власти с многодетными мамами. Огромный пласт проблем у нас, оказывается, имеется. Итак, сегодня автор этого закона, я так бы уже сказал, в студии прямого эфира Муслим Хасенов, эксперт по трудовому праву и социальному обеспечению, и Бибигуль Нурашева, также эксперт. Я вас приветствую. Здравствуйте. Давайте с самого начала. Что это за закон и как он будет работать? Здравствуйте, Данил. В первую очередь причины, по которым мы разработали эти предложения, это результат нашего анализа, который мы проводили на протяжении длительного времени. Это анализ социального законодательства и трудового законодательства. В отношении многодетных семей мы выявили, что очень много вопросов в законодательстве не регулируется. Правовой статус как таковой отсутствует. Я вам даже больше скажу, если у нас некоторое время назад 4 ребенка, это уже считается многодетная семья, и получает пособие, то сейчас, с 2018 года, это уже не многодетная семья, и пособие они не получают. Если 6 детей, вот я, простите, забыл сказать, что у вас 5 детей, да, Бибигуль? Вы как к этому относитесь вообще? Вот как можно было принять такой антинародный закон вообще? Вот у меня других вопросов нет вообще. Да, я, конечно, могу ответить не только как юрист, но и как мама. Я, конечно, против таких действий, поскольку тем самым мы вынуждаем матерей выходить на работу раньше положенного срока, да. Хотя трудовой кодекс нам дает право сидеть все 3 года и создавать условия для своей семьи, для своих детей и так далее, да. Но при этом, если у нас пособие выплачивались раньше хотя бы до года, в годик мы не можем детей оставить, да, детские сады не берут, не принимают детей, на что-то жить надо, женщины вынуждены выходить на работу. Ну, в частности, вот ту проблему, которую вы сейчас затронули, да, ну, представьте себе, если женщина сидит дома, не работает, пособие не выплачивает, а что делать? Женщина вынуждена выходить на работу. Поэтому я считаю, что в любом случае в социальном плане все законы должны быть все-таки дополнены, либо изменены. Как, если можно, по вашим предложениям, вот то, что господин Хасенов начал, что еще у вас там есть в этом пакете предложений? Так, у нас пакет, ну, на муслим, да, вы озвучите, да? Ну, давайте с самого начала начнем. Что за обеспечение? В первую очередь нужно назвать ориентиры, на которые мы руководствуемся. Это Конституция и стратегия 2050. В Конституции четко сказано, что семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Сегодня большие споры идут, обязан ли государство, не обязан. Конституция четко говорит, что защита семьи, материнства и детства это обязанность государства. И президент также стратегии 2050 поручил реформировать систему рождаемости и многодетности. Но что мы имеем по факту? Возьмем кодекс о браке, супружестве и семье. Главный законодательный акт, который регулирует семейные отношения. В этом законе только в прошлом году было введено понятие многодетной семьи. Это семья, в которой четыре и более несовершеннолетних детей. Но единственная статья, о которой говорится о многодетной семье, она отсылочная. Она говорит о том, что меры поддержки предусмотрены законодательными актами. Когда мы смотрим законодательные акты, мы видим, что их на самом деле мало и они разрознены и не дают существенных благ. Сколько вы получаете, какие пособия, как вас государство поддерживает, как многодетная мама? Как многодетная мама пособия около 10 тысяч деньги в месяц. Но поскольку я работала, у меня примерно до года, ежемесяч у меня где-то выходит 70 тысяч. Но это только то, что я работала. А вот женщины, которые сейчас выступают и активно, буквально там у нас митинги происходят, они-то в основном безработные, как оказывается? Конечно, в месяц они получают где-то 20-20 тысяч с копейками. Вот так, да? Допустим, у них 6 детей и 20 тысяч, да? Да, примерно 6 детей. А если представить, что мужчина ушел из семьи и не помогает, а он к тому же еще и безработный. Вот как на 20-ти тысяч тенге она должна выживать? Я не знаю, актуальна сейчас эта статистика или нет, но я вот посмотрел, перед тем, как мы с вами встретимся с вами. Получается, у нас матери-героини получает 16 тысяч тенге, 16-100 тысяч тенге в месяц. Это что? Один мешок муки, один картошки, посолочное масло, ну и, собственно, и все. Поесть минимум? Минимум. Да, мы этот вопрос тоже подняли. Есть закон о минимальных социальных стандартах. В нем говорится, что все социальные выплаты и поддержка социально уязвимых слов населения должны осуществляться на основе прожиточного минимума. На сегодняшний день прожиточный минимум 29 тысяч тенге. При этом размер госпособия для матерей, у которых 6 и более детей, как вы правильно отметили, 16 тысяч тенге или 6,4 МРП. Почему мы пособия выражаем в МРП? Мы должны пособия выражать в прожиточном минимуме. Есть ли эти предложения вот в вашем пакете? Есть в нашем. И также есть и другие предложения. Разработать отдельный минимальный социальный стандарт по многодетным семьям. Его нет у нас. Что это такое минимальный социальный стандарт? То есть это минимальный пакет мер финансовой и нефинансовой поддержки, которые государство обязуется предоставить каждой многодетной семье. Давайте подробнее. Что это должно быть вообще? Жилищный вопрос решать будем? Должны? Государство должно решать? Обязательно. В первую очередь. В первую очередь. Каким образом? Здесь мы изучили зарубежный опыт. В частности, далеко... Я извиняюсь, я вас перебью. Я всегда на опыт России ориентируюсь. Вот с Байконура у нас жительница, многодетная мама подключается. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие вы пособия там получаете? Вы российские пособия получаете, да? Да, вот на первый ребенок мы каждый месяц получаем 4400. А когда второй ребенок появился, уже 8800 дают. Полтора, до полтора года. До полутора лет? У нас до года, да? До полутора года. Да. Мы вот сейчас у меня вот сын уже годовалый, получаю я. Сколько детей у вас? Два пока. Дальше будете рожать? Конечно. Ну, понятно. А вы гражданка Казахстана? Я гражданка Казахстана. Здесь работаю и по магазине. Получаю всего где-то 10 тысяч зарплату получила. А потом я дали мне... Ну и плюс пособия, и плюс пособия, и какой у вас семейный бюджет получается только вы? Вот это примерно сколько в российских? Нет, муж работает у меня. Муж работает. 30 тысяч рублей получает он тоже. Скажите, ну вот эту ситуацию по поводу многодетных матерей, вообще совершенствования социальной поддержки, ну и вот трагедия, которой у вас тогда не было, вы, наверное, слышали, да? Да, да, слышала. Поэтому я писала, вот они получают 16 тысяч... Я по Казахстану не работаю, поэтому я даже не знала. Но я тоже получаю по Казахстану, и из Казахстана тоже получаю 16 тысяч тенге вот это маленькому. Ну, они же мало, но с Россией мы работаем, и налог все платим здесь, поэтому Россия тоже платит. Они не говорят, что вы РК Казахстана. Ну, я работаю РК, поэтому дают, ничего не говорит. То есть вы как гражданка Казахстана, но получаете пособие в России? Да, гражданка Казахстана, но получаете пособие в России, это нормально? Да, да, нормально, да. Ну, это, видимо, особый статус Байконура, я так думаю. Скажите, а вот материнский капитал, вот то, что в России платят огромные деньги на первого-второго... 200 с чем-то рублей, да, когда на первую рубину граница, тогда дают они 200 с чем-то рублей. А вам не дают? Вам не давали? Нет, нет. Хорошо. Не дают. Мы же РК, как будет давать? Понятно, а какие у вас... А что-то нам пособие платят, это тоже нормально нам. Ну, естественно. А какие у вас предложения? Вот мы сейчас обсуждаем вопрос, как поменять социальную политику государства. Ну, я говорю, вот я слышала, когда вот это все, это говорю, 16 тысяч на одну ребенку, это мало. Когда вот есть... У меня вот муж работает, двое ребенка, а когда 5-6 ребенок, мужа нет, есть одиночки, который и инвалид, и здесь может. Тогда это плохо же. Пускай поднимет. Я тоже вот смотрела по телевизору, я тоже поддерживаю их материи всех, которые вчера вышли вот в МИКе. Ну все, да. Большой рахмет вам за ваши комментарии. Спасибо большое. Вы продолжайте, что называется, да, увеличивать свою семью. Что-то к вам нормальные предложения, вот то, что я слышу, если из России все делают они, на первое сколько получаете. Если я узнаю, тогда пишу вам все. Давайте, пишите на WhatsApp, конечно. Спасибо большое. Ну, вот в Байконуре так. А у нас как? Что нам делать дальше? Данил, вы очень правильно говорите, что нам нужно менять социальную политику. Я вам приведу два примера. Первое. У нас действует концепция социального развития Казахстана до 2030 года. Это программный документ, который призван как раз таки систематизировать и выражать социальную политику. Но вы удивитесь, ни слова в ней не сказано про многодетных семей. Второй пример. Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года была утверждена два года назад, да, в конце 2016 года. Аналогично. Всего лишь два предложения в нем упоминаются про многодетных семей, и то в части содействия занятости и профподготовки. Ни слова про жилищные права, ни слова про соцобеспечение и трудовые права. И план мероприятий, который в реализацию этой концепции был принят, 54 мероприятия, ноль мероприятий по многодетным семьям. То есть это все, что нужно знать о государственной политике. Вы с госпожой Абалкасымовой встречались, это министр труда и соцзащиты. У вас есть контакт с ней? Вы вот эти предложения можете передать? Потому что на обложке Forbes она прекрасно смотрится. Мы как раз адресовали наше обращение всем, начиная с администрации президента и заканчивая министерством труда. То есть сегодня, завтра мы их уже передадим. В частности, я бы хотела дополнить немного своего коллегу, который отметил, что не прописаны нормы, не указаны. Я бы хотела тоже со ссылкой на трудовой. Хотя вопросы демографии у нас, по-моему, остро стоят. И мы так радуемся, когда у нас 17,5-18 миллионов. Но при этом также остро стоит проблема защиты прав работников, многодетных матерей, отцов и так далее. Вот смотрите, женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. К примеру, она все три года просидела дома. Выходит она на работу, пока она в отпуске, с ней работодатель не может расторгнуть трудовые отношения. Как только она возвращается, работодатель что делает? Мы говорим сейчас о недобросовестных работодателях. Что они делают? Выносить человека на аттестацию. Человек не проходит аттестацию. Как три года после декрета, например. В связи с низкой квалификацией, несоответствии с занимаемой должностью, пожалуйста, трудовые отношения с ней прекращаются. А кому нужны такие работники, у которых много детей? Она будет завтра выходить на больничный и так далее. То есть мы как раз таки предлагаем те дополнения и изменения в трудовой кодекс, которые будут защищать права данной категории работников. Точно так же и отцов. К примеру, женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Он единственный кормилец семьи. При этом в трудовом кодексе отсутствует понятие единственного кормильца и нет понятия многодетного работника. Мы разработали свое определение и просим Министерство труда и правительство, в том числе и парламент, поддержательность и внести соответствующие поправки, изменения дополнения в трудовой кодекс. Мы должны защищать. Я согласен. Сколько вас, юристов, которые написали вот эти все поправки, новый закон фактически, да? Это законопроект, да. Вас просто могут не услышать. Я уже по своему опыту говорю. Таких инициатив было массой в разных направлениях. Не все доходило до логического завершения. Нас немного. Нас четыре ученых. Это два уважаемых доктора и юридических ноу-профессора. Нургалиева, Елена Нургалиевна и Нурмагометов Аманжол Макзумович. И также вот мы в Бибигуль. То есть мы занимаемся исследованием трудового права, право социального обеспечения. Это наша гражданская позиция. То есть нас никто не просил, никто нам не заказывал. Это наше исключительно. Какой опыт вы использовали? Потому что я смотрю на ваше предложение. Ну вот в скобочках так скромно. Но это самое яркое, наверное, с точки зрения всех многодетных наших. Смотрите, среди основных предложений ученых разработать бюджетную программу по единовременным целевым выплатам многодетным семьям. В скобочках по аналогии с программой материнский капитал, действующей в Российской Федерации. Так это же просто будет замечательно, если у нас такое будет. Это будет очень большое полезное дело. Как оно может работать? Каким образом у нас такой материнский капитал может быть? Через разработку бюджетной программы по единовременным целевым выплатам. То есть ключевое слово целевым. То есть эти деньги могут быть потрачены исключительно на те цели, которые будут указаны. Это улучшение жилищных условий, образование детей, социальная адаптация и ряд иных социально значимых для семьи мер. Сколько потребуется на вот этот законопроект денег? Потому что первый вопрос, который вам зададут, это где взять деньги на это все? Вы не прочитывали? Для того, чтобы прочитать, нужна статистика. Мы на протяжении этой недели изучали статистику, но на сайте министерства мы не нашли точное количество многодетных семей. То есть ни на сайте комитета по статистике, ни на сайте министерства труда. Я вот точно теперь понимаю, для чего сейчас делают учителя. Буквально сегодня, я просто многодетная мама, у меня дети учатся в разных школах. Сегодня же запросили информацию по многодетным семьям. Я так понимаю, что только сейчас собирают информацию. У меня есть цифра 270 тысяч многодетных семей в Казахстане, которые получают помощь от государства. То есть в принципе же можно эту сумму... Это те, кто получают помощь. Да, а вот кто не получает помощь, до которых после реформы 2018 года, то есть вот это вот 6 детей, 4 ребенка, вот намудрили и сейчас... Нету статистики. Статистики пока нет. Я же говорю, сбор информации только сейчас идет. Мы не нашли. Скоро выйдет. Если можно, давайте еще, у нас не так много времени прямого эфира осталось, но все-таки мне хочется, чтобы мы проговорили чуть ли не каждое предложение, которое вы предлагаете закрепить в качестве закона. Что еще поможет нашим многодетным семьям, может быть даже семьям, которые воспитывают много детей и одного ребенка-инвалида, улучшить свое положение? Что есть еще? На сегодняшний день госпособия по уходу за ребенком получают по достижению ребенка возраста до одного года. Мы предлагаем, чтобы для многодетных матерей, для многодетных семей... По Экануре слышали, да, до полутора лет? Да, до трех лет. До трех лет? Мы предлагаем три года, потому что в кодексе есть понятие, до трех лет женщина может сидеть в отпуске по уходу за ребенком. Тем более, если это многодетная мама, то пусть, пожалуйста, она сидит все три года. А куда это появилось вообще? Объясните, вот до года. Что это такое? То есть после года уже все нормально, уже государство снимает себе ответственность, получается так, да? Или не хочет, или перекладывает их на плечи родителей. Вот так. Откуда эта цифра? Год. Почему в России полтора года, а у нас год? Это можно только у полномочий. Хорошо, еще что? А также квотирование рабочих мест. На сегодняшний день четыре категории граждан имеют право на квотирование рабочих мест. То есть те, которым сложно устроиться. Первое, это инвалиды, второе, это дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, освобожденные из мест, лишения свободы, и лица, находящиеся под наблюдением пробации. Вот мы предлагаем, чтобы многодетные семьи также попадали под категорию лиц, которые имеют право на квотирование. Почему? Потому что мы предлагаем, с одной стороны, защитить их в трудовых отношениях, но работодателю такие работники будут не нужны, он будет не заинтересован иметь у себя в штате многодетных работников, поскольку они слишком много имеют преимущества. Для того, чтобы, во-первых, сбалансировать это, мы предлагаем квотировать рабочие места. С другой стороны, жестко следить за антидискриминационными мерами. На сегодняшний день у нас отсутствует такое основание дискриминации, как семейное положение. То есть можно спокойно отказывать по мотиву семейного положения. Вам отказывали? Мне лично нет, просто я нахожусь на одном рабочем месте уже 14 лет. Я к чему? Мы предлагаем также ввести запрет на увольнение тех лиц, единственных кормильцев. К примеру, если женщина в декрете, мужчина один кормилец, чтобы сделать так, чтобы он не подпадал под сокращение. То есть ввести запрет. Далее мы хотим также внести изменения по переводам. У нас действующий трудовой кодекс, если реально посмотреть, за 5 дней человека можно оставить без работы. Это де-юре есть, и де-факто многие работодатели это уже используют. Мы хотим ввести запрет на расторжение трудового договора в связи с отказом от перевода. У нас работодатели что сейчас делают? Предлагают перевод, отправляют уведомления. Если ты не согласен от перевода, например, на снижение по должности, изменение заработной платы и так далее, пожалуйста, на основании статьи 50, вот мы с этим работником трудовой договор может быть прекращен. И мы хотим ввести запрет, потому что это приведет к не очень хорошим последствиям, если мы будем оставлять еще и без работы единственных кормильцев в семье. И статистики опять же нет, да, сколько вот таким вот способом людей? У нас проблема со статистикой в этой сфере. Статистика, да. Ну вот даже недавно глава государства отметил, что в прокуратуре только было выявлено за этот год более 3000 нарушений в области трудового законодательства. А все почему? Потому что трудовой кодекс сыроват. Его нужно дополнить, его нужно изменить. Да, если можно, по вашему дальше предложить. Хотел вообще озвучить еще одну инициативу. Мы ее не отразили, она буквально родилась вот сейчас. Поскольку мы в этом году год молодежи, да, отмечаем и проводим мероприятия. Но молодежь – это вчерашние дети. Дети, они все, их благополучие зависит от семьи. Поэтому было бы, конечно, хорошо следующего года быть годом семьи. И все вот эти поправки, доработать концепцию семейной политики, все положения усилить в части поддержки семьи в целом и в особенности многодетных семей. Поскольку мы, во-первых, должны поблагодарить всех многодетных семей за то, что они за свою, скажем, неблагодарную работу получают такие копейки. И тем не менее они вкладывают душу в детей, растят, рожают. Поскольку, как известно, минимум для естественного прироста нужно три ребенка. Два ребенка заменяют родители, маму и папу, а третий ребенок работает на естественный прирост. Учитывая, что есть люди без детей, либо с одним-двумя ребенком, то наличие пяти-шести детей мы должны поощрять любым способом, чего бы это ни стоило для государственного бюджета. Это стратегическая задача для Казахстана. Вот смотрите, да, ватсап, что нам пишут? Говорит Степногорск, у нас трое детей, своих четверо сына-брата. Мы взяли под опеку, у нас нет своего жилья, обращались в Акимат, ничем не помогли, восстановили дом и посмотрите, кто там живет. Жилье. Что-то есть по жилью у вас? Какие предложения? По жилью мы прононизировали, что сегодня есть. Во-первых, по закону о жилищных отношениях, сегодня многодетные семьи отнесены к категориям, которым в первую очередь предоставляется жилье из государственного жилищного фонда. А почему они по 10 и более лет стоят тогда? Проблема в очереди. Они имеют первую очередь, но эта очередь может иметь в каждом регионе, в зависимости от области, очень долгую историю. Вам квартиру не дали? У меня просто нет жилье. Да, вам повезло. Вы не вставали в очередь? Нет, я даже не пыталась это делать. Бессмысленно. Я считаю, что квартиры все-таки, жилье должны предоставить тем, кто реально в нем нуждается. И мы вот, кстати, обговорили с коллегами, что если все-таки введут эту программу, то лица, которые не нуждаются в дополнительном жилье, либо в основном жилье, имеют право отказаться. То есть есть такие многодетные семьи, которые в принципе в этом не нуждаются. Поэтому давайте мы отказываемся только в пользу тех, кто в этом реально нуждается. Мы это прописали. Это интересно. У нас буквально две минуты остается. Я бы хотел еще спросить. Вот сейчас, например, Женис Касамбек, министр инфраструктурного развития, выступил, сказал, что будут доступны малообеспеченным семьям многодетным жилищные сертификаты, так называемые. Сейчас закон о них прорабатывается в парламенте. Это раз. Потом будет увеличено количество строительства арендного жилья. Там около 10-8 тысяч в месяц всего лишь арендное жилье. И тоже для малообеспеченных и для многодетных. Это поможет вообще решить проблему или нет? Как думаете вы? Это будет большим подспорьем, конечно. Поскольку это часть этой целевой программы, целевой выплаты на улучшение жилищных условий. Это, безусловно, окажет большой импульс, с учетом, что сегодня этих мер недостаточно. И последний мой вопрос в отношении ваших всех предложений. Мне очень интересно знать, есть ли у вас контакты с парламентариями? Можете ли вы напрямую передать? Там у нас три фракции есть, если я не ошибаюсь. Ну, Ратан, Акжол и коммунисты народные. С кем-то вы поддерживаете связь, чтобы хоть как-то ускорить этот процесс? Все ваши золотые предложения по-другому не назовешь. Принять побыстрее? Или хотя бы в работу, что ли, запустить? Да, я уже переговорил буквально на днях с членом комитета по социально-культурному развитию. Бахтбек Смагул, он как раз в том числе занимается социальным статусом афганцев. И мы в том числе, он поддержал и готов отстаивать на комитете, на мажелисе и наши поправки. Сколько может занять времени, процедурные все вопросы по принятию вот таких вот изменений? Процедурно. Сейчас создана рабочая группа при правительстве. Безусловно, мы тоже в эту рабочую группу отправим эти поправки. Они будут рассмотрены. И далее, уполномоченный орган должен уже от своей инициативы, насколько есть законодательная инициатива, скорее всего, через уполномоченный орган. И далее все инстанции, то есть это около года примерно занимает процесс. Если президент поручит ускоренно, это можно даже в два раза согласиться. В частности, в трудовой кодекс можно реально ввести поправку, поскольку сейчас уже Министерство труда разработало законопроект о внесении изменений и дополнений в трудовой кодекс. Но при этом в этом законопроекте нет тех вопросов, которые указаны нами. Поэтому я думаю, что через Министерство юстиции, через депутатов реально протащить те идеи, которые нами изложены. Я только за и, наверное, пожелаю вам удачи. И все мы ждем вот этих вот поправок. И я думаю, что все потом вздохнут с облегчением. Хоть пособие немножко больше будет, социальная политика поменяется. Спасибо вам большое за это интервью. Напомню, мы обсуждали сегодня пакет законодательных поправок. Даже это целый закон, который предложили ученые и юристы. А он называться будет, если он будет принят по статусе многодетных семей. У нас, увы, пока такого нет. На этом все. Смотрите нашу программу на сайте abctv.kz. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»